сегодня на 9 августа 2016 года идем по потерявки если начался ну нормально потихонечку думал если не будет ехать вернемся мы его ездили в мамонтово по делам думаю дай-ка заеду до заеду а зачем заехали то ну посмотреть что натворил что натворить еще больше добавить еще одна взять но еще денежек хотели взять эту налоги надо сейчас пойти не не сможете взял все кроме того самый большой труд остался и он сегодня даже не знал дождик туда пошли у него пошло хорошо пошло там хорошо пошло хорошо но дождь пошел вылез и пошел домой не тонуло ничего ну слава богу давайте мы сейчас так вы сразу отнимаете за солярку значит на бумажке вот он читайте работа бульдозера поселке потеряевка волков владимир иванович 4 августа шестнадцать в год 11 половина часов рабочих это только уже за вычетом обеда всего 5 августа 11 с половиной так 5 6 8 тут у нее не ладилось что-то осень такое-то дальше 7 воскресенье 8 9 с половиной и сегодня он час работал но туда-сюда час еще этот по закону и что получается расчет 42 с половиной часа вот это вот работа за 42 умножить на полтора шестьдесят три 750 вчера он заплатил 9 540 солярку солярка и масло на солярку масло я я сейчас там нет нет это то дело найти дружба дольше говорит если счет дороже вот он что написал посмотрите барабаш масло сколько хорошо все нормально отлично 260 лет приехал с канистрами еще опять что касалось у него не за не залил 20 что же попадет сколько 20 литров а оттуда от свата не может запросить выход на найден но в носу я сказал на то мудро поступили а то мы совсем уже было крылья опустили виду мой ум и как же смотрите остается и сейчас 4 даже 20 10 давайте будем отсчитывать так давайте-ка держите бумажку раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать- шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Так, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Так, у нас там сколько было? 54. Так, подожди, 54, 210, 51, 52, 53, 54, так, подождите, я написал, мне будет должность 790, я не хочу быть должным. Так, давайте. Я ему высчитаю, да, все, мне это не нужно. Хорошо. В следующий раз я напишу себе, заметьте. А, просто вы отдали, я вашу мать теперь все. Я переведу, все хорошо. Так, Володе. Жалоб никаких нет на него. Нормально все, да? Нормально, он каждый день в душ, каждый день готовят разные хозяйки, он не съедается там половину. Ну, вы сами знаете, как. Ну, у вас тут это, Лешка тогда работал, не жаловался, довольный, это самое, его Володе. Главное, чтобы он работал и вы были дома. Он работает вовремя. Вчера даже торопился, он и 25 минут на обед так ушло. И который ездил Рыжковский сделал, и на который не могли проехать, все сделал. Ага. Но сделает, когда просишь, как именно, я говорю, а где прорыв был, сделать выше, он говорит, а я уже сделал, я говорю, ну уже бугром сделать, оно осядет и будет как раз, а иначе где мы будем брать? Угу. Вот который, тот пруд посередке, это самый опасный был, сделал он насыпь, и он начал тонуть. Я говорю, маленько не так, подсказал ему. Ты вот сейчас вот в краю бери дерн сухой, возводи насыпь, это тебе основание, а дальше у тебя обыкновенная глина. Он послушался, и сразу залез. А залез, вот дальше пошло. Жалоб никаких. Ну и хорошо. Вот, а вы волновались, что другого тракториста, все нормально. Да, он открыто здесь не курит, все ему тут, говорится, водички привозят, человек скажет, уже наше побежали. А обед, специальная корзинка, чтобы не иметь, приходит каждый день, знает куда. Сестры приходят, он назначил время там 7.30, когда он будет? Он говорит, позвонить надо пока, да, сейчас, завтра будет. Там получается, да? Получается, ну, пошел дождь, мы вылезли оттуда. Там в дождь делать нечего, чтобы он там не утонул. А это там, который ниже, а это вокруг-то, посмотрели, одинаково, поверхность, который вал старый, и здесь надой поверхность. Они не копали, только оттуда начали брать, в это время милиционер пришел, замитинговал, и у меня два бульдозера работали, 21 год назад. А может там стратегический кабель, подполковник. Ну, что скажешь, все позади. Ну, значит, вот так. Все, это самое, значит, озеро это не еще один труд, да? Я тут все закончил. Все, только вот это озеро. У него очень успешно. Понятно. Значит, если погода будет хорошая, я так же, это самое, трал, постараемся до сюда дойти. Чтобы и вы не волновались, как бульдозер дойдет своим ходом. Да, да, да. Если нет, тогда он накорчено вылазит, чтобы трал, докорчено шел по хорошей дороге. Ну, это дело покажет. Ну, от меня погода сейчас. Он говорит, тогда дайте мне звонок, когда будет год. Ну, какой, только едва перестала. Завтра ясно не будет. А у меня сегодня уже сестры, батюшка. Готовить, не готовить на завтрак. Так дождь всю ночь слил, все все залил, и утром это. Ну, вот она тебе. Мы бы сегодня и не поехали, если бы просто по делам Мамонтова не было. Я говорю, давай, может, проедем. Ну, и мне это хорошо, что с меня скинули. Я-то тоже думаю, где, чего, как. Господь помогает. Нормально. Все знают, что дело и дело. Да, хорошее дело, это потом... Не корыствие ради какое. Потом будут вспоминать, как Тихонич Гнад Тихонич делал. Конечно. Даже тот, который пруд был, поднял его сантиметров, может, на 30. Молодец. Но Леша в прошлом году, он говорил, я не больно зерись. Я второй год только работаю. А вот этот-то он режет, как бритвы. Он идет, когда вперед, и где-то надо подровнять. Это просто у него идет. Ну, кому дано, кому не дано. Да. Вот я про второго-то про Володю говорил, тот вообще. Но на того все жалуются. Он не газует, он на холостом ходу. А потом уже плюнут на него. Зато хорошо делает. Нет, этот нагружает так, что у него идет трактор по полной программе. Вот я ему показал, вчера сам отошел. Мы кустарник вырезаем, который уже в пруду будет. Доски завезли, нынче вовремя сделали. Теперь будем делать деревянные сливы, протравливать. Тут работа вот так вот. Ну, Бог даст вам. Все, только одно место. Хорошо, мы надеемся на Бога. Больше никак от него зависит. Дня два бы постояло, тепло сухо, подсохло. И пошло бы и пошло бы. Тогда ему дадим знак, он сразу приедет. На воскресенье, я говорю, Владимир Иванович, не уезжай, отдохни. Уеду. Я говорю, дорога заснешь, и тогда что мы будем делать? Не заснул. Ладно, поедем, то дорога плохая. Все хорошо. Я думаю, что с молитвами... Благодарим. Старый разговор-то припомните. Да. Я помню, я уже ездил, смотрел, где я видел. Звезд дали в металлолом. Еще до одного места я не доехал, там разборка грузовых автомобилей. И там есть рамы. Рамы. Как вы говорили, 12 метров. Именно поэтому. Вот это про которые... Так, и теперь вы говорили еще о тополе. Давите его. Ну, это же мы думали, что экскаватор. Ну да. А бульдозером, я не знаю. Нет, бульдозером еще тут раздавит его. Ну, это только если вот будем, когда это... Если поморозится дарит, если бы осень будет сухая, чтобы сюда экскаватор притащить. У меня очень хочется убрать эту беду. Он просто нависто окаянный. Смотрите. Тополь, вот этот вот. Самый большой. Прям над домом. Не за этим, а подальше. Смотрите. Вот у нас эта дамба. Дамба. Так. Вот у нас этот размыв. Размыв. Рамы автомобильные, они вот такого вида. С такими перемычками. Они метров по 9 есть. То есть две рамы так, рама так. Болтами соединить, соединить. Сюда настил. И сюда. Какой настил? Деревянный. Да нет. Ну металлический найдете огрызки металла? Никак. Никак. Эта доска чуть в тяжесть полезут на машине. Мы такую беду наживем, что… А как делается эти настилы-то? Допустим, вот так перемычки сделались из… Да. Вот так сделались из… И опять вот так. И он еще нас, и наших внуков еще… Ну да, нет. Вот как вы в прошлый раз говорили, вот это… Ну пока не нашел… Но подождем. Потому что, представьте, гоняет скотину, в любую щель нога сразу корову дало. Это никак. Вот этот вагончик-то, который, говорили, не ездили? Не смотрели где-то железнодородный вагон здесь? Ездили, еще нигде нету. А сказали, что он стоял… Игорь поехал туда и, говорит, ничего нету, утащили. Уже утащили. Ну, люди стараются. Да. У свата я спросил, тоже у него ничего нету. Так. Насчет горючего, надо думать, если маленько будет. Горючего, если сват не проедет, вы еще, может, разок поможете. Ну а куда деваться? А он уже заведелся, масло привез, все как надо. Перелил, ему сам все сделал. Если нет, тогда повезу на своей. Да ну. А куда деваться? Ну, свату позвонил, он говорит… А у вас, Игорь, автотелефон есть? Нету. Так а возьмите? А смысл? Вы тут уже как это самое… Ладно, ну… С Богом. Бог. Давайте пока светло. Вот мы, я еще и говорю, чтобы светло… Счастливо оставаться. Давайте. Пока. Вы как думаете приехать? Я как-то с Лёшкой был где, Лёш? С Лёшкой говорю, что у вас тут дорога где-то… Я иду с садом, по решению суда разохватил, он замолил. Хорошо. Поэтому у меня все с тобой было. Но я приеду потом, когда забирать будем, я приеду. Приятно. Во славу Божьей. Нет, сзади не упади туда. Давай сюда. Да ладно. Вот это человек не нашего круга, а работодатели. Какие отношения устанавливает Господь? А человек, который не знает, ни разу не встречался, бунтует какой-то там с Куратовский. И посмотри, кто бы ни приезжали, директора заводов, глава администрации, у всех отношения хорошие. Это нынче на нас Роспотребнадзор ошибся адресом, не туда попал, я так могу сказать. Ну кому не понятно, что ребятишки воспитываются, это хорошо. Вот у нас в Мамонтовском районе, если кто не может быть знает, послушает, там была помощник прокурора, Жабина Елена, будто бы она уже сейчас вышла на пенсию. И она тут была, осматривала. Кандидат медицинских наук, врач. Жалоба какая-то была. Осматривали детей, там какие раны нанесли, какие ушибы. Дети все смеются, ничего нет. И она написала, дети чувствуют себя прекрасно. Ответ Краевую прокуратуру. Вот больше ничего не надо. Дети чувствуют себя прекрасно, значит они не болеют. Жалоб нету, но еще кончилось ничем. Она ушла на пенсию, а мы все еще ее вспоминаем. Как-то мне пришлось с одним следователем разговаривать. Она кончилась тем, что, говорит, моего ребенка в лагерь возьмете. Вот и все. Ну это же не день-два, там можно еще корчужиться, но 45-то лет. Сейчас что-то они там снова клепают на меня. Но потому сегодня я разговаривал с нашим адвокатом, представителем. И он говорит, Севастьян, что по той принятой резолюции, или как ее назвать, что ввиду отсутствия состава преступления дело прекращено. А они подавать жалобу на прокурора не будут. А вот почему не запустил я их? Теперь они составляют что-то мстительные какие. Через 5 дней-то я запустил всю комиссию. Нет, а вот тогда-то ты не запустил. Да какие-то люди. Он вспоминает, тогда-то не запустил, не накормил тогда-то. Ну сейчас ты сыт, и тебя накормили. Нет, а тогда-то не накормил. Да разве можно так жить? Я не пустил, потому что обманная причина была. Я не пошел на это. До этого было помпрокурора приезжало, Мамовского района. Полиция по делу, по Тимоше, мать там пожаловалась. Батугин. Ничего нигде нету. Вообще нет еще. Дела никакого нету. И поэтому не надо второй раз было ехать. Хотя они не придумали, какая причина. Поэтому я не пустил. А следующая проверка по указанию Президента Российской Федерации Путина. Я их всех принял, они все прошли. Что еще надо? А надо отомстить. Уже прошлые обиды, не прощать. Но это тебе так и аухнется. Одели мундир, это не означает, что ты защищен от бацилла, от болезней. На тебя они и навалятся. У бога это все вымерено. Они думают, вот, я их закрою. Может. Может. Мы сегодня решили сходить на малину, потому что кого-то тоже когда работать. Приехали на ходу, деньги с собой. Леша сказал, что приедет. Сел, посчитал, все показал. Видишь как, по деловому-то приятно разговаривать. Говоря машины. Ну и сам пошел сегодня голубей там и там покормил. Занес туда воды. Дикарей сюда запустил и они уже вывели у меня. Такие боевые растут. Андреша идет. Через него идет. Все. Слава Богу. Слава Христу. Раз пошел.